Из 17 школ Среднего Урала сразу в двух новоуральских школах откроют такие классы. Комиссия во главе с начальником управления образования Татьяной Алинкиной побывала на объектах и посмотрела, как идет ремонт. Это был плановый объезд по контролю строительных работ в образовательных организациях новоуральского городского округа. Первой комиссия посетила школу номер 54. Развитие темы в сюжете Анны Акрамовой. В этом году 54-я, как и 40-я, зашла в федеральный проект по обучению школьников программированию и управлению беспилотных летательных аппаратов. Комиссия побывала в кабинете технологий, где появится новый класс с компьютерами, столами, интерактивной доской, 3D-печатью. А еще здесь обустраивают малую полетную зону. Помещение отвечает требованиям федерального проекта, соответственно, высота потолков больше 3 метров. И здесь можно разместить малую полетную зону, а это куб. Дети с какого класса будут вовлечены в этот замечательный, увлекательный, современный, нужный процесс. Мы планируем начать работу по беспилотникам именно с начальной школы. 40-я и 54-я будут вести сетевое взаимодействие по обучению детей и управлению беспилотниками. И пользоваться этими пространствами будут школьники со всего города. Кроме того, в 54-й школе есть второе здание, которое много лет пустовало. И в этом году большую помощь финансовую оказали и администрация города Новоуральска, Вячеслав Яковлевич Тюменцев и топливная компания ТВЭЛ, которые выделили средства для того, чтобы из этого пустующего здания сделать центр предпрофессиональной подготовки, которые касаются косметологии, которые касаются социального медицинского ухода и даже сварочных работ. В дальнейших планах в 54-й проектно-сметная документация для ремонта стадиона и асфальтирования территории. Кстати, силами самой школы в учебном году сделали комфортную лыжную базу. А далее комиссия проехала в 49-ю школу. Тут кипят работы. Идет капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории. Меняют 4000 квадратных метров асфальта. На сегодняшний день выполнена установка бортового камня, подготовка основания под асфальтирование. Подняли колодцы. Невооруженным взглядом видно, что ремонты только начались, а уже такой большой объем работы-то сделан. Подрядчик у нас заходит на работу второй год. Показал он себя как очень эффективный, качественно выполняющий, ответственный подрядчик. В спортивной школе номер два подрядчик уже закончил работы. Уложился по срокам за неделю. Здесь обновили почти 400 квадратных метров асфальта и 165 метров бортового камня. До этого момента дорожка была весьма в плачевном состоянии. А также в спортивной школе появится современная площадка для пляжного волейбола, благодаря вложению выпускника спортивной школы. Будет и еще одна многофункциональная площадка уже по программе народных изменений «Радиус доверия». За счет инвестиций, деньги, которые Овечкин Алексей Павлович дал, 5,5 миллионов на это, плюс 4,9 миллиона в «Радиус доверия» со стороны ТВЭЛ. С той стороны будет многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием, теннис, волейбол. При ремонте в каждой образовательной организации применяется комплексный подход. Отметим, что ремонты в школах стартовали в конце четвертой учебной четверти. Они пройдут в сжатые сроки до приемки образовательных учреждений. А уже 1 сентября, в День знаний, ребята придут в обновленные и современные школы. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.